МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас! Победа близка, как никогда! В этом году Украина начнет путь к созданию прочного, мирного договора на условиях Украины. Да, действительно, имеет место опасность, что российские войска могут начать наступление. Зрада! Зрада! Это все лозунки. Ваши любимые лозунки. Меня себя поражает, поражает, как люди легко ловятся на это все. Хотя политтехнологи, политтехнологи, мне говорили, да брось ты все! Не рада, что не скармишься, проходит! Они правы, зараза, правы! Я-то думал, что вот скажешь что-то умное, человек говорит, о, да. Нет! Скажешь глупостью! Хоп! Да! Вы не верите? Ха-ха-ха! Родные мои, вам напомнить? Напомнить? А, да, память! С памятью всегда проблема. 2022 год. Помните, власть очень много говорила, что, ну, не будет Россия нападать, так да и что подобное. Россия напала. Самое интересное, что теперь власть говорит, что они знали, что нападут, но не говорили, потому что и так дальше. В том, если помните, в 2022 году был очень популярный лозунг, очень популярный. Две-три недели, сейчас война закончится, забыли, забыли, забыли. Ну, дальше было тоже очень много разговоров по поводу того, что вот сейчас мы с комом как по чарочке выпьем, сразу всех в москаре побываем. Было! Было! Да, было очень много разговоров, что вот сейчас вот это. Причем, обращаю ваше внимание, в Украине и в России аналогично. Если вы, ну, я не знаю, если делили или нет, что писали в России, было очень. И Киев за три дня, и что уже там Зеленский убежал, и все это тут уже власть поменяли, и все ждут Януковича Путина. Ой, вы даже не представляете, сколько там этого было. Ужас. Мало того, типа, что вот все. Там уже, вы, конечно, забыли, в 2022 году уже назначали Гауляйтеров, и Киева, и Харькова, Одессы, и что-то не было. Потом, да, действительно, тогда Путин поставил задачу до 9 мая взять Киев. 2022. В 2023-м было немножко все наоборот. Тогда все, контрнаступление, ура, сейчас мы быстро победим, победа, так дальше. Ну, в России другая была ситуация. Мы успешно ступаем, взяли очередное село, Бахмут, Хатта-Бахмута, все, ура, ура, ура. Что вам это не говорить? Неужели так сложно анализировать? Неужели так сложно подумать своей головой? Неужели вы не можете отличить банальную пропаганду, пиар от реальных фактов? Не? Понятно. Это есть. Поймите, наконец-то, все, что говорит, ну, как бы украинская сторона, российская, это пропаганда, с одной и другой стороны, в разном своей цели. Одни запугли, другие фали, третьи перехваливают. Это нормально. Правда, посерединке. Ну, вообще, если вы внимательно вспомните, вот 2022, вот возьмите одну, вторую, и посмотрите, да, посередине. Да, в Украине, ну, скажем так, довольно быстро экономика перестроилась на военный рейс. Хотя, вы помните, крик, истерика, все, пропало, карточки, хлеб, пока что было, было, было. Да, был период, но порешали, обращаю ваше внимание, а я говорил, перестроиться быстро. Нет, на сегодняшний момент экономика Украины перестроилась на военный рейс. Да, эйфория, эйфория, которая была в начале войны по поводу мобилизации, закончилась, но это абсолютно нормально, в всех странах мира, такое все бывает сейчас, естественно, воевать никто не хочет, ни в России, ни в Украине. Что есть, то есть. Но власть, 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 это немножко другое. Да, действительно, если посмотреть на сегодняшний момент, вооружение украинской армии, ну, на порядок круче, чем было в 2022, даже в 2023, по количеству, по всему, это есть. Да, действительно, война не закончилась, как обещали, ну, родные мои, но это только в сказках войны заканчиваются быстро. Поймите, да, действительно, история, знаешь, шестидневную войну, но она, как бы сказать, это она так называется, это боевые действия, а после этого еще. Так что, не так все это однозначно, а тут, ну, какие две-три недели, ребята, в конце концов. И да, действительно, на сегодняшний момент, когда вот вы слушаете эти, ну, я говорю, что пропаганда с разных сторон, одни говорят одно, другое, третье, время от времени меняется. Да, в прошлом году постоянно говорили, что будет украинское контрнаступление, сейчас постоянно говорят, будет российское контрнаступление. И то, и то, не более, чем поговорить. Почему? Ну, потому что это пропаганда, реальность на глющу, посередине. Вообще, события, которые происходят в жизни, они действительно не воспринимают вот эти пропагандаистские лозунги. Абсолютно. Потому что, они бессмысленны, абсурдны. Ну, да, действительно, сейчас Зеленский говорит, что после страны-то в Швейцарии, мы начнем, а, мировая общественность будет заставить Путина капитулировать. Ну, это же нереально. Не, это реально, когда Россия развалится, не спорит. Когда украинская армия нанесет поражение Российской армии, тогда, да, тогда мировая сообщество действительно, да, подключится, спорит. Но, ожидать то, что сейчас, нет. Потом эти все разговоры, вот если начать переговоры, да, переговоры, они бессмысленные, и так дальше. На сегодняшний момент война, вот это главный переговор. Это есть. Да, да, постоянные разговоры по поводу военной техники, по поводу поставок, ну, что ж вы хотите. По поводу мобилизации, тоже. Ну, Кабмин принял очередное постановление, немножко усовершенствовал мобилизацию. Идет? Да, да, тот вопрос, который время от времени, понимаете, экономическое бронирование от мобилизации, будет, будет, будет. Вопрос только, чтобы поймите, так как, используется ощущение, что война затягивается, соответственно, ну, в этом году будет, может, следующее. То есть, понимаете, никто не спешит. Нет, действительно, никто не спешит. Не украсть, не украсть, а заявление, пропаганда, да, это все. Вообще, конечно, хорошо, если человек, думая своей головой, может анализировать факты, сравнивать, не хвататься за пропаганду двух сторон. Я говорю, что это бессмысл, когда вы цитируете какого-то политика, ну, боже милость, неужели вы такие глупые, вы не понимаете, что он врет, неужели вы не можете проанализировать, понять, что он просто говорит не то, что есть, а говорит то, чтобы вас обмануть. Да, причем по разному, ну, манипуляция по разному. Почему вы это ловитесь, я не понимаю. А, вам это нравится, ну, другая ситуация. Да, война продолжается. Да, действительно, победа будет. Даже, возможно, в этом году. Не удивляйтесь. Я понимаю, что, как же, как же, не, ну, в прошлом году обещали победу? Не было. А в этом году не обещают будет. Опять же, что это обратный вариант пропаганды. Помните, пропаганда, она же строится всегда по принципу обратного хода или обратной авантюры. Вот так она работает. Да, а вы хотите? Нет. Помните, вы, наконец-то, да, войну начали. Сейчас, на сегодняшний момент нет никакой возможности ее закончить. Ни с одной, ни с другой стороны. Говоря, что нельзя решить на поле сражения согласен. По большому счету наступление одной, другой стороны ничего не решат. Абсолютно. В свое время даже вот выступая, я же забыл, кто сказал, что если даже украинская армия выженит российскую территорию Украины, то война же не закончится, грозится быть линией фронта. Абсолютно верно. Можно только уничтожить фашистскую Россию, чтобы она развалилась, тогда, да, действительно будет мир. То есть, мирное соглашение может быть только после уничтожения полностью фашистской России. тогда действительно во всех остальных вариантах война продолжается. А что же вы хотите? Войну легко начать. Ее начало. Да, вы скажете, а можно было не допустить? Ну, я скажу так, шансы были, но вы же понимаете, вы же сами потом бы кричали, верещали из рада, правильно? Да, да. Вы же не хотели этого. Вы хотели войнушечку. Вы хотели, чтобы было все как кино. раз и все. А в кино не бывает. По этой причине, да, сейчас война страшная, ужасная. Но как людям это объяснить? Невозможно. Когда им объясняешь, говоришь, родные мои, ну, не делайте эту глупость, будет плохо. Что, хотите, хотим шоу, хотим пропаганду. Получили. Ну, да. Ну, и под конец. По поводу побед. Знаете, смотрите, Украина действительно примут Евросоюз, еще раз говорю, еще раньше, чем вы думаете. И, по большому счету, это можно действительно трактовать как победу. Абсолютно. Не, война будет продолжаться, никто не говорит, что она закончится, но Украина будет членом Евросоюза. Нет, это одно другому не мешает. Обращаю. НАТО, да, это вопрос болезненный. Скорее всего, НАТО нас, ну, там может быть, знаете, какая забавная ситуация, когда нас же захотят прийти в НАТО, мы сами не захотим. Ну, что до этого времени мы разгромим, грубо говоря, российскую армию, российский фашизм, и будем говорить, постойте, а нафиг вы нам нужны, если мы круче вас? Так что тут еще такая ситуация будет интересна. А в Евросоюз, да, и да, действительно, вступление в Евросоюз, это, ну, конечно, победа. Витаю вас. Ну, якщо дивитесь на мой канал, значит, щось это зацікавило, тому, я пропоную вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную стринку моего канала, тиснете кнопочку спонсорство и два пакети для спонсоров. Дешевше не буває и Клуб экономической мудрости. Дешевше не буває, это, перв за все, для тех спонсоров, которые хотят поделиться премьерный показ эксклюзивного видео, поспілкуваться, позадаваться запитания под час стрима и отримать ответ. Клуб экономической мудрости, ну, это уже, если вы хотите зайти с бизнесом и не разоритись. Инвестувати гроши не лише в Украине, а и за кордоном. И как это сделать правильно, чтобы был прибуток, ну, и податки правильно платить. Ну, самое основное. Клуб экономической мудрости, это про экономику, но настолько простыми словами, что даже если вы не экономисты, понимаете. Так что ставьте спонсором, не пожалкуйте. болезнение? Продолжение следует... Подпишитесь, что-то предпочт 3,